Инновации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это не будущее, а уже реальность. Караганду посетил председатель АОКОС-центр ЖКХ Толиотай Рахимбеков, который предложил открыть в шахтерской столице центр энергоэффективности. Центр должен стать демонстрационной площадкой энергосберегающих технологий. Мирамгурс Лакимбаева подробнее. На совещании, которое прошло под руководством Акима города Мирама Смогулова, обсуждались вопросы об основных деятельностях филиалов. Как выяснилось, ими являются организации координации деятельности по взаимодействию между местными исполнительными органами по вопросам реализации основных направлений и механизмов государственной политики по модернизации развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Следующий набор. Достаточно простая наша цель Казахстанского центра. Пять департаментов, 49 человек в центральном аппарате работают. Два профильных, это жилищно-коммунальных, кроме того, четыре центра. Это центр консалтинг-инженерии, центр энергоэффективных технологий, ГЧП-центр и центр распространения зданий. По словам председателя, данный центр осуществляет технический надзор, и для этого даже создана дирекция строительства центров энергоэффективности. Также он отметил, что за все это время таких центров не было. Акционерное общество Казцентра ЖКХ имеет в 14 регионах свои филиалы по два человека. Представителями центра проводятся семинары, разъяснительные работы с населением и республиканские конкурсы. Понятно, там стоят вопросы насчет тарифов и так далее, но эти вопросы все решаемые, без ущерба для населения. Сразу же, есть меры государственного регулирования. Толяутай Рахимбеков в ходе заседания предложила и Акиму города Караганды и Мираму Смогулову создать такой же центр. Надеемся, что в скором времени в нашем городе откроется филиал акционерного общества Казцентр ЖКХ. Рамгус Алкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.